Модные, зручные и комфортные. Два новая электробусы после тестирования начнут курсировать по самых долгих городских маршрутах, яких про по-новых амельчан зараз вывучаются. Электробусы опошнего поколения мают множество пера вах перед своими попередниками. Мы оцианили техничные характеристики. Экономичные, бесшумные и экологичные. Это все про экспериментальные электробусы, которые худко отримают дозвол выйти на линии. Самое долгие у Гомеля. Электричный транспорт может без подзарадки перодоливать больше, как 300 километров. Прыклад настолько проезжает обычный автобус за измену, когда делает 8 рейсов. Суперсучастная техника, отримая дозвол на рух, как только специалисты предприемства-вытворцы, закончат все подрихтовочные работы и техника пройдет регистрацию у ДАИ. А поколь на территории аутопарка номер 6 Гомеля наладживается специальная зарядная станция. Это сверхбыстрый зарядный комплекс считается. До 200 ампер на пистолет. И можно зарядить электробус за несколько часов. Ну, сравнить даже по странам СНГ, могу сказать, что вот такого класса сочлененных электробусов, в принципе, у нас нет. Может быть, только в Европе, наверное, есть похожие. В Голландии, я знаю, есть такие длинные сочлененные большим ходом. Но практически у нас здесь, можно сказать, что это для Гомеля, я считаю, что это очень прорывная технология, и пассажиры будут очень довольны. Модная и стильная машина для перевозки пассажиров повышенной умещальности. Али от этого комфорта у салоне меньше не станет. Электробус просторный и одрознивается от своих попередников додатковыми функциями. Виталт Макс 2 оснащены USB-зарадками, восьмю камерами видеоназирания, трехузроневой системой кондиционирования. Плюсы автобуса у нового поколения отшуются на сабе, як пассажиры, так и водители. Идеальная гукоизоляция, плавный ход, теплыня у салоне зимой, летом прохолода. Здесь, что вы слышите, это работают обдувы, печки. Вот мы можем тронуться, попробовать. Закрываем дверцы. Все, двери погасли. Снимаем с ручника, нажимаем драйв, нажимаем гидроусилитель. Вот, и то есть он бесшумно трогается. Вот он поехал. За такими мегасучастными электробусами будущее. Яны працуют на далекие отлеглости выключено на электричности. А гэта – экология. Кожная такая гармошка, сдольная працавать без подзарадки, полную измену. Днем будет перевозить пассажиров, у ночи зараджаться. Новый транспорт повинен быть у надеянных руках. К тому, сяродвопытных водителям автобусного парка номер 6 проводился специальный отбор. А вось с маршрутом, на яким будут працавать электробусы, кончатково-покуль не вызначилися. Пропановых амельчан выучаются. Электробус должен приносить максимальную отдачу. То есть он должен работать на продолжительных маршрутах, где перевозится наибольшее количество наших жителей. Кроме того, коэффициентом полезного действия работы электробусов будет считаться их меньше простой. Поэтому на дальних маршрутах это будет меньше конечных станций, где автобусы отдыхают и водитель отдыхает. И это больше принесет пользу нашему городу. Набыл экспериментальную технику «Лизинг» – автобусный парк номер 6 города Гомеля. Коли у городских умовах электробусы опушнего поколения будут працавать без нараканев, их парк будет поширенный. Зараз на городские маршруты у Гомеля каждый день выходит 150 одинок техники. Наталья Игнатенко, Валерия Игапанько, Телерадо, компания «Гомель».